Какие фразы мужчины хотят слышать чаще? Мужчины, как и женщины, очень восприимчивы к комплиментам. Удивительно, вопреки расхожему мнению, они тоже любят душами. А похвала приятнее вдвойне, если сказано избранец и сердце искреннее от души. Какие приятные фразы мужчины готовы слушать каждый день? Один, ты прекрасно выглядишь. И пусть перед вами ухоженный красавец-актер, он может не быть уверен на все сто в своей сногсшибательности. Что ж, говорить про тех мужчин, которые окружают нас ежедневно. У них нет актерской внешности и для них важна оценка того, что эта рубашка им идет или что у них хорошая прическа. Приятный комплимент поднимет самооценку и улучшит настроение. А если мужчина занимается спортом, то обязательно положительно высказывайтесь о его результатах. Два, ты сексуален. Это чувственное признание взбодрит мужчину и заставит его улыбаться еще долгое время. Внутренняя уверенность, обаяние, внимательность к себе и партнерши, доверительное отношение во время интимной близости – все это результат подобных позитивных комплиментов. 3. Этой ночью ты был неотразим. Не стоит сдерживать свой восторг и эмоции. Сообщите мужчине, что незабываемо провели время, что он очень хорош и заботлив в постели. Это невероятно польстит ему и он, возможно, взглянет на вас с другой, более серьезной стороны, задумается о романтичном продолжении отношений. 4. Мне нравится в тебе. Отметьте комплиментом сильную сторону мужчины, правильно расставив акценты. Это будет лестно и уместно. Ведь даже его выбор рубашки, чтобы прийти к вам на свидание, может оказаться результатом долгих раздумий и примерок. А если вы отметите его безупречный вкус при заказе блюд в ресторане или оригинальной кожаной портмоне, то ваша похвала возымеет фурор. И мужчина в благодарность будет еще сильнее стараться вам понравиться. 5. Я тебя люблю. Эти слова, сказанные в нужный момент и в нужное время, способны тронуть мужское сердце. Особенно, если мужчина сам не раз произносил их в адрес возлюбленной. Три слова способны сильно изменить отношения, сблизить вас и усилить интимность в общении. 6. Мне нравится, когда ты делаешь. Намеки воспринимаются мужчинами довольно плохо. Да и не обязан он читать мысли и гадать, почему вдруг его избранница обиделась. 7. Хотите пойти в театр или кино, хотите попросить его об уборке в квартире или покупке нового дивана, скажите об этом прямо. И фраза «мне нравится, когда ты» есть та самая женская уловка, когда отказать вам не смогут. 8. Например, скажите «мне нравится, когда ты развешиваешь выглаженные рубашки по цвету в нашем общем шкафу, это здорово облегчает нам уборку». Мужчина поймет, что его усилия ценят и постарается порадовать вас, ведь любящие люди стремятся выполнять желания друг друга. 7. Ты был прав. Идеальная фраза, чтобы завершить ссору. Что можно сказать после нее? Только слова любви и примирения. Любому человеку приятно, когда его правоту признают и уважительно это констатируют. Женщины могут и умеют идти на уступки, позволив сильному полу радоваться своим маленьким победам. 8. Спасибо. С детства знакомое волшебное слово способно тронуть сердце самого строго человека. Нет смысла долго благодарить за вынесенный мусор, а вот сказать с улыбкой короткое «спасибо» всегда можно. Дайте понять мужчине, что цените его действия и помощь вам. И не забудьте про поцелуи вместо тысячи словарей. 9. Помоги мне, пожалуйста. Сказанная спокойным, ласковым голосом просьба о помощи не может быть не выполнена. Любящему человеку доставляет удовольствие помогать слабой половине, демонстрируя свою экспертность и значимость. Ему важно чувствовать себя сильным и очень нужным. Разумеется, речь не идет о деоргании спутника по каждому пустяку, но передвинуть шкаф, починить полочку или отремонтировать компьютер. Это точно работа для настоящих мужчин. 10. С тобой я в полной безопасности. Мужчина, как и много веков назад, стремится защитить свою избранницу от любой опасности. Это естественный природный инстинкт, и ему очень важно слышать, что рядом с ним вы в безопасности. Пусть он знает, что все делает правильно и вы это цените. Это дополнительный источник уверенности для него. 11. Я тебе доверяю. Девушки в порыве ревности стараются вменить своему спутнику чувство вины за то, что он проводит время с друзьями, встречается с ними и веселится без своей спутницы. Но в этом нет ничего опасного для отношений. И чем проще к данному факту относиться, тем лучше для обоих влюбленных. Мужчине важно знать, что ему доверяют, и он не должен ежеминутно отчитываться перед женщиной, что он может быть предоставлен сам себе без последствий в виде скандалов. 12. Ты привлекаешь взгляды, та женщина на тебя посмотрела. Без обвинений, а с восхищением. Именно так надо произносить эту фразу. Внимание незнакомцев приятно как женщинам, так и мужчинам. Это повышает уверенность человека. Так что восхищенные взгляды других женщин и ваша гордость за своего мужчины пойдут только на пользу хорошим отношениям. Ведь вы настолько доверяете партнеру, что спокойно ему говорите о подобных вещах.